Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу Афиша на телеканале Самара ГИС. Наступают долгожданные выходные и лето в самом разгаре. Какую культурную программу приготовили для жителей и гостей Самары, я расскажу прямо сейчас. Музей Эльдара Рязанова приглашает на экскурсионную прогулку по городу Самара Музейная. В конце 19-го начале 20-го века в России открывается большое количество региональных музеев, и Самара не стала исключением. Открываются городской публичный и полицейский музей. Помимо этого в городе проходит большое количество культурных мероприятий, открытия художественных, ученических и сельскохозяйственных выставок. Вы прогуляетесь по местам, где более 100 лет назад находились первые Самарские музеи и узнаете истории их открытия. Суббота 16.00, место сбора Фрунзе 120. Самарский литературный музей приглашает всех желающих на первую пешеходную экскурсию сезона «Пешком с Пешковым». Игудиил Хламидом, Максим Горький, Дон Кихот. Под этими псевдонимами печатался в «Самарской газете» молодой Алексей Пешков. О Самаре будущий автор на дне писал острые фильетоны, но именно здесь встретил свою любовь и стал писателем. Так говорил он сам. «Телом я родился в Нижнем, душой в Казани, а как писатель в Самаре». 9 июля, начало в 12.00. 9 июля Библиотека народов Поволжья приглашает детей и их родителей на творческое занятие «Сказка из ничего». Почти любое вторсырье можно превратить в произведение искусства, если придать ему нужную форму. Такое совместное занятие с детьми позволит развить в них ответственное отношение к используемым предметам и научить их повторному использованию для сохранения природы. А результатом занятия станет картина по мотивам сказки «Ветер в Ивах» Кеннета Грэма. Прогуливаясь по Самарской набережной, не забудьте заглянуть в бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин». В субботу 8 июля покажут культовую комедию «Любовь и голуби». В воскресенье в программе все части любимого «Простоквашина», мультфильм «Клаус» и комедия «Бобро поржаловать». На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.